Девушки отдыхают Игроков, наших знатоков Наших умников и умниц В роли супергероев Серии игр под названием Один за всех Лучшие из лучших Без команд Весь вечер на манеже За стойкой от начала До конца игры Посмотрим как у нас это будет получаться Итак справа Вот такая серьезная Очень серьезная Почти как Супермен Супергерой у нас Арина Вишневская А слева у нас Денис Федорцов Супергерой Тоже можешь улыбнуться Тоже можешь что-нибудь хорошее Сделать тем, кто на тебя смотрит Прекрасно Начнем с самого начала До нетка Правила Правила очень просты Кто первым Нажмет на кнопку И первым скажет Да Или нет Потому что я могу Врать Уж простите Такая работа А могу Говорить чистую Правду Честно глядя В камеру Итак, внимание Начнем Верите ли вы что Мечты, мечты Где ваша сладость Это стихи Пушкина Арина Фальстарт За этим очень строго следит Наш электронный судья Денис Нет Нет Мечты, мечты Где ваша сладость Где ты, где ты Ночная радость Это Пушкин Запомните Теперь вы это знаете Вперед Мечту Обычно Называют Голубой Верите или нет Денис Да Да У меня есть Голубая мечта Говорит человек Ну какая у него мечта Это уже его проблемы 5-0 Вы начали Играем Верите ли вы что Гёте Называл Мечтой Сотканной Из воздуха Земли Воды И неба Город Венеция Фальстарт Арина Снова у вас Не выдержали нервы Денис Да Да конечно Он именно Венецию Называл мечтой Сотканной Из воздуха Воды Земли И неба Вот Такой ответ Играем Верите ли вы что Фабрикой грез В Советском Союзе Называли Голливуд Арина Да Да конечно Великолепно И заканчиваем Мечта По-белорусски Мроя Прошу По-моему Мара Так что Нет А вы знаете Арина И Мара И Мроя Это мечта Вы дали абсолютно Правильный ответ Не согласившись Со мной Вот такое и бывает Браво Счет 10-10 И мы продолжаем Нашу игру Вы по нашей Донетке По нашей Блеф Игре Уже поняли Что мы Мечтаем О каких-то Дальних странах О море О небе О лете Ну вот Скоро лето Поэтому Темы у нас Боев будут такие Первый бой Солнце Второй бой Лето Третий бой Море Четвертый бой Путешествия И пятый бой Ура Каникулы Вот такие Пять боев Ну вам не нужно думать Лихорадочно Кому вручить Какую тему Ну и Денис Работал капитаном И Арина Прекрасно играла Итак Первый бой Солнце Алхимики Обозначали этот Благородный метал Как солнце Золото Это правильный ответ Да Это золото Убираем А вот этот аксессуар Очень любят Знаменитости Звезды Ожерелье Ожерелье Неправильный ответ У нас же тема Солнце Итак Знаменитости Чтобы их не узнали Что ж такого Не носят Ну Арина Солнечные очки Конечно Солнечные очки Все очень просто Играем Этот бог У древних греков Правил Солнечной Колесницей Гелиос Гелиос Прекрасное знание Арина А кто вы знаете Вам как-то По пятому классу Еще рановато Я читала Легенды Мифы Древней Греции Несколько раз Куна Да Одна из моих Любимых книжек Браво Арина Играем Страной Восходящего солнца Называют Японию Прекрасно Денис Выжил практически В ноль Великолепная реакция Нередовые знания И заканчиваем Этого Так сказать Зверька Очень трудно Практически Невозможно Поймать Ящерица Ящерица А тема-то у нас какая Солнце Солнце Ну а при чем тут ящерица Ариночка Не знаете Не ловили никогда Не пробовали Нет Нет Ребят А вот солнечного зайчика Вы ни разу Не пытались поймать Пытались лазерную указку Пытались лазерную указку Поймать Денис только что спалился Что он кот Вот И именно котов у нас Разводят с помощью Лазерной указки Итак у нас равная игра После боя солнца После солнечного боя После солнечных очков У знаменитостей Солнечного бога Страны восходящего солнца И солнечного зайчика 20-20 Пород Играй Второй бой Лето Итак Лето 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 В мультике Он приехал с северного полюса Посмотреть на лето Кто же такой И потом еще пел Ау Дед Мороз Да Дед Мороз и лето Вот оно какое наше лето Пел Дед Мороз И детки подпевали Играем Наши бабьи лето В этой стране Почему-то называют Индейским летом В Индии В Индии Индейским летом Денис у вас есть шанс Мм Мм Арина давайте рассуждать Давайте рассуждать с вами А вот в какой стране Есть индейцы В какой стране Ариночка В Америке В Америке Так что мы называем лето Бабьим А они называют Индейским летом Продолжаем Русская пословица Советует Готовить Это транспортное средство Летом Сани Сани А зимой что Не помню Не помню А может Денис помнит Селегу Так называли Историческую запись Событий По годам Летопись И это правильный ответ Да И заканчиваем тему Лето По-украински Или точнее По-украински Сэрпень По-белорусску Жнивень А по-русски Август Август Ну Речь идет о по августе Да Летний месяц Август Это правильный ответ Кто-то из зрителей Сказал Как в аптеке До меня это донеслось Да 30-30 Счет абсолютно равный Игра Великолепная И мы продолжаем Нашу уникальную РД пятерку Мы продолжаем Мечтать Итак Сказки Сказка Молодец Добрый Девица Красная А море какое? Светлое Светлое море Светлое это Денис Пиво Но это тебе еще рано Ариночка Какое? Я подумаю Подумай, хорошо Итак Время пошло Арина думает Арина У нас 5 секунд Можно думать Поэтому Какое море? Море бывает У Пушкина Бурливое Я помню Хорошо Потом Глубокое бывает Глубокое Да Ну глубокое Это в голливудском Море синее Синее Так И еще Какое? Выбирай из трех вариантов У нас уже Тут у нас Для тебя Все что угодно Супергерой Синее Синее Итак Молодец Добрый Девица Красное Море Синее Это правильный ответ Отлично Арина Играем Там находится Море Спокойствия В Нирване А что такое Нирвана Собственно Нирвана Это то Куда попадают Будды после смерти Если меня память Не обманывает Не обманывает Я память Да Нирвана Это такой Мечта Всех Буддистов Там хорошо Там спокойно Но это неправильный ответ Море Спокойствия Совершенно в другом месте Ну а раз Арина у нас Любит Фантастические Произведения То она Может и ответить Где же у нас Море Спокойствия Я такого по-моему Не читала Не читала? Ой Ну почитая Допустим Кларка Лунная пыль Там вот Именно об этом И есть На Луне Находится Море Спокойствия А Что для эрудиции Вам Она называется По латыни Транквилиум Маре Теперь вы это знаете Играем Так известно Он ходил По морю Аки По суху То ходил По воде И не проваливался И еще успевал Своих апостолов Учить Иисус Это был Иисус Христос Конечно же Играем К этому океану земли Относится Синее море Океанов всего 4 у нас Арина Атлантический Атлантический Увы Увы Вот средиземное знаю Там северное знаю А вот Синего как-то не помню Денис Тихое Тихое Что тихое Тихий океан Тихий океан Совсем тихий Как нирвана Понятно На самом деле Купил я вас Дети Купил я вас За руб за 20 Дело в том Что синего моря Нет Нет его В природе Такого синего моря Есть желтое Есть белое Есть черное А синего Хоть убей Нет на карте Даже на глобусе Играем Это трижды Делает море В детской Подвижной Игре Море волнуется Раз Море волнуется Два Море волнуется Три Морская фигура Замри И вот С помощью морской фигуры Своей потрясающей Денис Верцов Сумел Выйти Немножко вперед Сорок Тридцать пять А у нас Следующий бой Играем Этот не очень эрудированный путешественник Побывал и в солнечном городе И на Луне Незнайка Незнайка Конечно же В солнечный город он с одними друзьями съездил А на Луну На украденной ракете Не делайте так Не воруйте ракеты Не летайте на Луну Играем Лейв Эриксон В тысячном году нашей эры Путешествовал Как он сам признался Страну Винланд Сейчас мы называем эту страну Может Финляндия Нет это не Финляндия Точно Будете жать Не будете Денис Не будем Не будем Вот А вот если бы Денис Пришлось отвечать Какую страну выбрал бы Гренландию Гренландию Если это страна Если это страна В общем-то да Большая страна Огромнейший остров А на самом деле Лейв Эриксон Плыл Плыл на запад Плыл Плыл на запад Вышел на берег Сол Опа Так я же на 492 года Сделал Кристофора Колумба И обрадовался Он приплыл В Северную Америку Теперь вы это знаете Продолжаем Это слово Из трех букв Входит В название Многих фирм Которые Организуют путешествия Что же за слово Из трех букв Денис Тур Абсолютно точный ответ Прекрасно Играем Он посетил Многие Достопримечательности Швеции По пути в Лапландию С дикими Гусями Фальстарт У Арины У Дениса Есть шанс Нажать И ответить Эмиль Сленберг Нет Ой Да Вот имя назвал Правильно Вот На самом деле Его звали Нильс Но фамилия Была Хольгерсон Великолепно Играем В этот город Шли Барабанщик Скрипач Гитарист И Певец Бремен Бремен 40 у Арины 50 у Дениса Итак Пятый бой у нас Каникулы Именно в этой деревне Проводил каникулы Дядя Федор Вместе с друзьями Простоквашина Это правильный ответ Простоквашина Играем А вот он С неохотой Возвращался Из школы На каникулы В город Литл Уигинг Гарри Поттер Гарри Поттер Любим Гарри Поттера Обожаем Гарри Поттера Великолепно Ну а теперь Русский язык Вспоминаем Так звучит Прилагательное От слова Каникулы Денис Каникульный Каникульный Вот Несколько букв Не хватает В твоем ответе Ариночка Может вы А так вот Время Называется Какое время Каникулярное Теперь вы Это знаете Этот цирковой Лев Так за каникулы И не отдохнул Он показывал Представление Чернокожим Детишкам Бонифаций А что он собственно Хотел сделать за каникулы По-моему рыбку поймать Поймал? Нет Вот так всегда Если на каникулах работаешь Золотой рыбки тебе не видать Запомните Это играем А так называется Период отдыха У наших народных избранников Парламентария Денис Отпуск Отпуск Это У бедных Несчастных педагогов И Героических врачей Ну а У избранников народных Это звучит Похоже на термин Нет Нет А как у нас тема звучит? Каникулы Каникулы Это и есть Правильный ответ Собственно Вот иногда бывает Настолько просто Арина То ли Денис Вам феерически Поддается А вот То ли В самом деле Вам чуть-чуть Больше везет Ну Гарри Поттер Любимый прилетел На любимый Метленни Мус И так далее И так далее Вот Но 55 50 Вы у нас Впереди Тест игра у нас Тест игра у нас Мечты И вот тут уже Ставки у нас Немножко Растут Три варианта Наше Скоростное Централизованное Тестирование Три варианта Ответа Ну и Не забывайте Кто первым Нажмет на кнопку Тому и отвечать Правильный ответ 10 очков Ошибка Ответ на подборе 5 очков Все очень просто Продолжаем Мечтать И так О мечтателях Говорят Он витает А. В облаках Б. В небесах И. С. В эмпиреях Арина В облаках В облаках Это правильный ответ Денис Читали что-нибудь Про Дороти Или Элли Там Волшебник Зумрудного города Да. Все книги А какая последняя Проверяю По-моему Это Желтый туман Великолепный ответ Знаток чувствуется Знаток Творчества Александра Волкова Чудного Значит вам будет Легче ответить Будущий правитель Изумрудного города Страшила Мечтал А. О золоте Б. О друзьях И. С. О мозгах Арина О мозгах О мозгах Еще десятку записывает На свой счет Арина Вишневская Супергерой Продолжаем Журналисты В свое время Назвали Олимпийскую Сборную США Дрим Тим Так вот Сборная Это была А. По футболу Б. По баскетболу И. С. По бейсболу Прошу По бейсболу По бейсболу Увы 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 Бейсбол К сожалению Не является Вернее не являлся Олимпийским Мином спорта Может Арина Ничего не догадается Давайте по баскетболу По баскетболу И с тех пор Это название Прилипла Аж с Барселонской Олимпиады С 90-х годов Сборную Страны США По баскетболу Называют Дрим Тим Команда Мечты Ну а у нас Арина просто Игрок мечты Четвертый образ По мнению Остапа Бендера Стать миллионером Это мечта А. Нищего Б. Идиота С. Миллиардеры Прошу Нищего Нищего Арина, ваш вариант Давайте идиота Давайте идиота Даю идиота Итак Остап Бендер Разными хитростями И плутнями Получил миллион И сказал Ну вот я Миллионер Сбылась Мечта Идиота Пять очков На подборе У Арины Браво Заканчиваем Мечта Или Мрия Это Самый Большой В мире А. Развлекательный Центр Б. Круизный Лайнер И С. Самолет Денис Самолет Самолет Денис Можете что-нибудь Рассказать про Самолет Мрия Нет Это было путем Исключений За что я знаю Как называется Самый большой Круизный Лайнер А как называется Что-то там Спасификаушен Связано Логично Хорошо А дальше А почему Развлекательный Центр Отсекли Потому что Развлекательные Центры Они Их очень много Больших И мало Развлекательных Центров Называют Мечтами Тем более Мрия Логично А вот теперь Арина Расскажет нам Про самолет На нем Из Китая В Польшу Недавно Везли За счет От коронавируса С ума сойти Может быть Может быть Хотя вам Принадлежит Компания Антонов Айрлайнс Это огромный Шестимоторный Лайнер Который Может поднять Даже Космический Челнок Типа Буран Вот Что называется Тест Игра Женская Интуиция Женская Логика Из вариантов Она выбирать Это проще И 85 И 85 Арина Вишневская Пока Обходит Дениса Ветерцова Денис Ну перестаньте Поддаваться Давайте Играть Серьезно Итак у нас Слайд Игра Итак мы начинаем С выигрывающей Пока стороны Это Арина Вишневская Итак у нас Простая Азбука Начнем С буквы Ай Ариночка Я напоминаю вам Что Правильно Это 15 очков Ну а если вы Ошибетесь И Денис Вас накажет То он Получит 10 очков Так и наоборот Будем Получить Арина Прошу Авокадо Хорошо Это авокадо Вы правы Плюс 15 И сыграем С вами Бобер Или бобр Тоже хорошо Прекрасно Арина Вена Увы нет Ну Денис Может вспомните Город Вавилон А это что такое Башня Вавилонская А что случилось Чего недостроенное Из-за того Что Ну Если Помню То Бог Типа Всем Языки Поменял И они Разошлись Тоже правильно Перестали понимать Друг друга Смешал языки Как говорят В Библии И спокойно Разошлись Не достроив башню Великолепно Великолепно Денис Играем с вами Котенок Гав Да Это был котенок Гав Плюс 15 Очков Мяф Мяф Арина Дайвинг Дайвинг Согласен Этот дайвер Занимается Он естественно Дайвингом Английское слово Бывает Денис Края с вами ЕГ Вот так Сразу С лету А что такое ЕГ Собственно Это типа АЦТ Централизованное Тестирование А только ЕГЭ Единый государственный экзамен В России Называется ЕГЭ Да то же самое Что ЦТ А только ЕГЭ Абсолютно точный ответ Лучше не скажешь Арина Играем с вами Железо Железо Увы Увы Денис Желоб Желоб Ребята О таких вопросах Говорят обычно Жесть Вот это та самая Жесть Жесткий вопрос Это жесть Тонкокатанный Металл Играем с Денисом Что же это такое? Это зубная нить Это зубная нить? Ну что-то на end Это зубная нить Правильный ответ Великолепный Ариночка С вами Хорошая лекарствия Ирис Ирис Нет Ирис Они разные И немножко Не такие Денис Может вы догадаетесь Ибис Ибис Арина Может вы Развеете Нежество Дениса Что такое Вернее Кто такой ибис? Это птица Птица Хорошо На самом деле Это замечательное Лекарственное растение Кипрей Или Иван Чай Теперь вы это знаете Денис Играем с вами Каравай Ой нет Не могу принять Каравай Он немножко другой Арина Кекс Кекс О господи На самом деле Перед вами Пасхальный кулич Ну пасха была в апреле Наверное с тех пор уже забыли Как выглядит настоящая Пасхальная Пасха А пасха Да Пасха Кекс Пасхальный кекс Это не то немножко И вот тут Денис внял Моему совету Играть серьезно Жестко И пошла жесть 115 у Арины 130 у Дениса Играем дальше Итак Внимание Риск игра Риск игра Уважаемые игроки Наши супергерои Напоминаю Ой да 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 Супергерой Денис Медитирует Арина В ответ на его медитацию Просто гордо улыбается Правильный ответ Плюс 20 Неправильный Минус 20 очков Ну Кто не рискует Тот не выигрывает В эрудит Пятерку Начнем Помните у нас Самая первая тема В нашей мечтательной игре Была Лето Итак Поехали Мать Аполлона И Артемиды Божественных брата И сестры Звали Латона А еще проще По домашнему Лето Лето ее звали Плюс 20 Великолепно 135 130 Арина На пол шашка Впереди Денис Играем Солнце Перед каждым полетом Они собираются вместе И смотрят старый фильм Под названием Белое солнце Пустыни Никто не рискнул Арина Летчики Летчики Увы Вы сделали шаг Обратно Минус 20 очков Своим 115 Денис Не рискуете На самом деле Это космонавты Космонавты Перед каждым запуском У них есть такая традиция Смотреть фильм Белое солнце Пустыни Арина Будьте внимательны Играем Море Многие русские Заговоры Хотя я не колдун Я попробую Многие русские Заговоры Начинаются так На море На океане На острове На каком острове? Фальстарт У Дениса Очень строг Наш электронный судья Денис Фальстарт И Арина уже Что называется Рвется вперед Готова ответить Ну? Буяне На море На океане На острове Буяне И вы снова На 5 очков впереди Четвертый вопрос Путешествие Именно на ней Путешествовал Придуманный Гербертом Уэлсом Путешественник По времени На чем же он Путешествовал По времени Спасибо Арина А вот так вот Без протокола Я не рискну Но если не за баллы Может на машине На какой машине? Времени На машине Времени, конечно Вот нажала бы И Ну жалко И вот теперь Решающий вопрос Итак Решающая Вин 135 У супергероини Арины Вишневской 130 У супергероя Дениса Федорцова Итак Внимание Решающий вопрос Каникулы Если Все будет Хорошо То Как обычно Последним Днем Летних каникул Будет 31 мая Ой Денис Последний День Летних каникул Не будете Жать? Ой-ой-ой Ариночка Ну что делать? Не будем Из-за того Что нету Смысла Если я отвечу Неправильно То проиграю А так Я уже выиграю Хорошо А вот если Вот как говорит Арина Без баллов Когда кончаются Летние каникулы? В августе 31 августа И это правильный ответ Арина Просто Нервы подвели Вы понимаете Почему Эти ребята Получают Десятки Они просто-напросто Смотрят И играют В «Эрудит пятерку» Так что Играем В «Эрудит пятерку» Получаем Десятки Играем Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова